Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Как прийти в себя после длинных каникул? Узнали, как самарцы возвращают рабочий настрой. Светлый праздник, объединяющий людей. Самарцы отметили православное Рождество. Активный отдых с особым волжским вкусом. В Самаре побывали 150 туристов, участники программы «Поезд в Рождество». 17 детских хоккейных команд с одной целью. В Самаре стартовал городской этап турнира «Золотая шайба». Традиционная русская забава. На площади Куйбышева прошел турнир по хоккею в Валенках. Сэкономить время в пути и комфортно добраться к главной новогодней красавице. Такой подарок власти сделали жителям региона в канон Нового года. В тестовом режиме открыли движение в обоих направлениях по Фрунденскому мосту. Общая протяженность новой автомобильной трассы составляет порядка трех километров. С подробностями Елена Малютина. Пока специалисты мониторят интенсивность движения, режимы работы светофоров и уличного освещения, водители уже заметили улучшение дорожной обстановки. Разгрузили тот мост и «Аврору». Стало легче ездить. Сегодня ехал без пробок. Очень удобно стало. Во-первых, очень много экономить времени. Я как-то уже разок устал по нему прокатиться. Наверное, ну, раза в три-четыре по сравнению даже с часом пик. Я думаю, удобно, конечно. Там было у нас две полосы в обоих направлениях. Здесь уже получается шесть полос. Новый микрорайон, вы знаете, строится у нас, расширяется. Идет поток, очень большой поток транспорта. Сейчас еще пустят, если муниципальный транспорт, то вообще это, ну, как бы, хорошо, конечно, но маловато. Надо как минимум еще один мост. Одна из крупнейших транспортных артерий через реку Самара строилась более трех лет. Во время возведения Фрунзенского моста использовали рекордное количество стройматериалов. Только на последнем этапе применили около пяти тысяч кубометров бетона и двух тысяч тонн арматуры. Шестиполосный мост связывает Самарский район с Куйбышевским, а также обеспечивает пропуск транспортных потоков в сторону федеральных дорог М32 и М5. Фрунзенским мостом пользуются не только водители, но и пешеходы. Многие приходят, чтобы полюбоваться видом реки. У нас уже люди ходят гулять, и люди приезжают, ходят гулять, интересно. Приезжают и молодежь, и пожилые люди приходят, смотрят, им очень интересно. Подрядчикам еще предстоит достроить несколько развязок. Сейчас из-за этого на Фрунзе действуют ограничения скоростного режима 40 км в час. Елена Малютина, Константин Головин. События. Сегодня первый рабочий день в новом году. Самарцы отдыхали почти две недели. За это время многие успели отвыкнуть от привычного ритма. Как в Самаре прошли длинные выходные, и как вновь войти в рабочее русло, расскажет Мария Левина. Каток, лыжи и новогодние гуляния по всему городу. Позади 8 дней выходных. На первый взгляд, что может быть лучше, но для многих такой длительный отдых – настоящее испытание. Ведь с увеличением праздничных дней увеличивается и соблазн их отметить. На каникулах за помощью в стационар в Самаре обратились порядка 70 человек, в основном с переломами и растяжениями. Впрочем, врачи говорят, для города-миллионника это немного. Люди себя берегут, но тем не менее, от случайностей никто не застрахован. И все-таки зима – это гололед, это снега, это все-таки праздник как таковой. Люди зачастую позволяют себе и алкоголь употреблять. Соответственно, очень часто попадают именно с травмами, которые связаны с употреблением чрезмерного количества алкоголя. То, что травм год от года становится меньше, замечают и работники парков. Люди стали бережнее относиться к своему здоровью. Люди сразу-таки ходят сюда кататься на новогодние каникулы. Все довольны от этих частей. Травмы вообще бывают или они часты? Бывают. Но это под зависимостью уже катка людей. Теперь, после того, как каникулы закончились, важно не получить травму моральную. От слишком быстрого погружения в рабочий ритм. Психологи советуют начинать трудовые будни с незложных заданий. Заранее планировать грядущую неделю, а важные встречи и переговоры лучше отложить. Прийти с себя и войти в рабочий режим после праздников не так уж сложно, говорят эксперты. Достаточно следовать простым правилам. Банально не засиживаться допоздна перед работой. Или вот чашка зеленого тонизирующего чая с маленьким кусочком шоколада приободрит и поможет запустить работу сосудистой системы. У нас последние деньки, и мы со следующей недели выходим на работу. Да, морально подготовились. Хорошо, что у нас есть Волга. Часто ходили, в том числе и за Волгу. На работу вышли сегодня, но в режим еще не вошли. Самые длинные каникулы позади, но отдохнуть в наступившем году будет еще возможность. Впереди у «Русиян» шесть праздничных дат, отмеченных красным в календаре. Ближайшие в конце февраля, с 22 по 24. В начале весны отдыхать тоже будем три дня, с 7 по 9 марта. А на майские праздники и вовсе восемь дней. Три праздничных дня ожидают нас и летом на День России, с 12 по 14 июня. И еще один дополнительный выходной будет в ноябре, 4, в День народного единства. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Одежда, постельные принадлежности и фотоальбом. В Самаре впервые вручили молодым мамам подарочные наборы для новорожденных. Эта новая мера социальной поддержки действует с 1 января 2020 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. На одной из торжественных выписок из роддома побывала наша съемочная группа. В семье Лопатиных-Смагинах на Новый год двойное счастье. На свет появились сразу двое сыновей – Михаил и Матвей. Родителям к такому не привыкать. Старшим, а первый раз у пары родилась тройня, уже 9 лет. Поэтому вещи для малышей нужны все новые. С рождением детей Анну и Александра поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он вручил семье подарочный комплект детских принадлежностей. Этот новый вид социальной поддержки действует в регионе с 1 января и называется «Подарок новорожденному». Все это подобрано с любовью, посоветовавшись с мамочками. Провели такой опрос, провели фокус-группы. И все, что здесь есть, все это, надеюсь, будет очень востребовано на первых днях, особенно первые месяцы. Мама Анна признается, это очень своевременная и нужная помощь. Мы еще так вот глобально не закупались, так приготовили на первое время. Конечно, все пригодится. В каждом наборе для малышей 27 предметов, в том числе постельные принадлежности, комбинзоны, средства гигиены и фотоальбом. Одежда, вложенная в подарок, универсальные расцветки, подходит как мальчикам, так и девочкам. Сам бокс на колесах, позже в него можно будет складывать игрушки. Подарок при рождении получает каждый малыш. Лариса Шлафаст, События. В самарских храмах прошли рождественские богослужения. В сочельник тысячи верующих решили провести вечер в городских соборах. Как самарцы отметили один из самых важных православных праздников, знает Анатолий Головко. Господи, в троих небесных, праздничных битвейцеров, Господи, истините народы и святерстей. В этот вечер Сергей Коляда пришел на рождественское таинство в Софийский собор вместе с сотнями горожан. Мужчина признается, этот день очень важен не только для него, но и для его близких. У меня мама очень верующего человека, она каждый год, так же, как и, в принципе, ну, по крайней мере, стараюсь я тоже посещаться, она посещает каждый год. Рождество Христово – один из главных православных праздников, который традиционно отмечают миллионы людей во всем мире. Они собираются в храмах, где проходят ночные богослужения. На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с момента крещения князя Владимира в конце X века. В новом 2020 году главные события в Самаре развернулись в Софийском соборе. Ночную службу провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. В храм пришли и представители самарского казачества. Это ежегодная традиция, и так как казачество – это воинство православное, мы каждый год традиционно в эту ночь в сочельник присутствуем на богослужении, ну, либо в том, либо в другом соборе, либо в тех соборах, около которых живут казаки. По словам прихожан, Рождество имеет огромное значение для всей страны. Светлый праздник объединяет верующих по всему миру. Отмечаем, этот день важен, он для всех важен, не только для нас, наверное, для всей страны и важен. Ну, конечно, мы пришли на службу. Рождество – это рождение Спасителя Мира, Христа нашего. А для меня очень важен, потому что мой этап жизненный, ну, как бы в православии, во всем, уже длительный лет 30, наверное. Празднование Рождества начинается с появлением на небе первой звезды. Затем по старому стилю наступает Новый год, который в России отмечают 13 января. Анатолий Головко, Константин Головин, События. Калятки и задорные народные песни. На площади Куйбышева прошли рождественские гуляния. В атмосферу праздника погрузился и наш корреспондент. Ночью на рождественской службе, днем на площади Куйбышева – веселить и развлекать публику. Наталья Гребнева руководит ансамблем «Слобода» пять лет. Говорит, особо радостно выступать на Рождество, делиться настроением с людьми. Рождество – это, конечно, один из главных праздников. И в первую очередь это, конечно, семейный праздник, когда можно собраться всей семьей. В программе – рождественские калятки и задорные народные песни. Выступают и детские, и профессиональные коллективы. За несколько лет такие гуляния стали доброй традицией для Самары. Мне кажется, это имеет такое объединяющее значение. Мы помним свои традиции, помним свои корни. Прекрасно! Во всех частях города организованы прекрасные елки, прекрасное освещение, прекрасные выступления артистов. Людям сделали праздник. Замечательные гуляния, прекрасные. С ребенком посидели резиденцию Деда Мороза. Все очень понравилось. Погода теплая. Публика с радостью пляшет под заводные мотивы. А значит, праздник удался. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Народный артист России Сергей Безруков с группой «Крестный папа» выступил в Самарской филармонии и побывал в музее Высоцкого. Также артист провел встречу с представителями творческих союзов, театральной молодежи, руководителями областных общественных организаций и победителями конкурса фонда президентских грантов. О чем спрашивали Сергей Безрукова самарцы, расскажет Лариса Шалафаст. На встрече в Самарском художественном музее Сергей Безруков вспоминает о съемках в фильмах, делится своими творческими планами. Также народный артист рассказал, как прививает любовь к высокому искусству своим детям. Безруков включает им классическую музыку, аудиозаписи сказок и рассказов в своем исполнении. Разговор коснулся реализации национального проекта «Культура» и итогов года театра, который, по мнению Безрукова, не должен заканчиваться. Особое внимание сейчас нужно уделить развитию именно детских театров, уверен артист. Театр начинается с детского театра. Всегда начинался и будет начинаться. Потому что в детском театре ребенок получает то самое воспитание, необходимое воспитание, воспитание искусством, которое потом впоследствии сработает и дальше. И взрослые люди уже пойдут в театр осознанно, потому что они в детстве полюбили театр. Поэтому, конечно, детский театр и театр для взрослых, безусловно, это тот самый доступный вид искусства, который необходимо развивать и популяризировать. Это живое искусство. Кино театр никогда не заменит. Поверьте мне. Творческая встреча с известным артистом прошла по проекту Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья». Пообщаться с Сергеем Безруковым смогли участники команды Самарской области, победители конкурса президентских грантов, которые выиграли средства на воплощение в жизнь творческих проектов. Это те ребята, которые формируют сегодня узнаваемую, красивую и очень привлекательную позицию Самарской области, как с точки зрения творчества, так и, в принципе, с инвестиционной точки зрения тоже. Рассказал актер и о своей педагогической работе. Поделился мечтой открыть собственные театральные школы в различных российских городах, в том числе и в Самаре. Лариса Шлафаст, События. Поезд в Рождество прибыл. В Самаре для 150 туристов подготовили уникальную праздничную программу, которая включала в себя экскурсию по городу, посещение ресторанов и поездку на горнолыжный комплекс. Главная задача – открыть город-курорт по-новому и показать, что волжане гостеприимны в любое время года. Понравилась ли гостям Самарская зима в репортаже нашей съемочной группы? Да, спать! О, все! Метание топора с Дедом Морозом или стрельба из лука со снегурочкой – сказочные персонажи встречают гостей тура «Поезд в Рождество». Одна из туристов, Лариса Кобелева, в Самаре уже второй раз. Впервые приезжала в ноябре на туристический форум, но тогда не удалось посмотреть город, поэтому и решила снова приехать, но уже на каникулах. Самара понравилась еще в ноябре. Хотелось увидеть ее немножко побольше, пообширнее, потому что конкурс ограничивал время провождения по самому городу. Поэтому хотелось посмотреть и изучить Самару с другой стороны и более внимательно. Кроме охотничьих забав, для гостей подготовили катание на санях по лесу и на тюбингах с горки. Кому хотелось больше адреналина, могли спуститься с околь их гор, на лыжах или сноубордах. Чтобы туристы не замерзли, их согревали горячим чаем и волжскими пирогами. Очень люди понравились, все такие гостеприимные, улыбчивые, добрые. Вот так держать. Пусть ваше вот это вот все развивается, туристическое. И желаю вам успехов. Программа двудневного тура «Поезд в Рождество» очень насыщенная. Кроме путешествия на горнолыжный комплекс, гости посетили несколько ресторанов, легендарный бар Самарского пивзавода. Прогулялись на экскурсиях по городу, в том числе и по ночной Самаре. Все мы знаем, Самару город-курорт, вот этот туристический бренд. Все уже знают, что у нас там самые длинные и комфортные пляжи. Но вот хочется еще зимнюю Самару показать, потому что люди ждут снега, люди ждут зимних забав, активности. И в Самаре вот мы показываем возможности для отдыха в любое время года, и мы всегда рады гостям. Всего участниками тура «Поезд в Рождество» стали 150 туристов. В этом году эту программу подготовили впервые. Но, учитывая высокий интерес гостей, есть все шансы, что тур станет традиционным. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре приземлился самолет, летевший в Оренбург ночью 9 января. Два рейса вылетели из Москвы. Один из Шереметьево, второй из Домодедова в Оренбург. Но не смогли совершить посадку из-за тумана. Около часа они кружили над Оренбургом. Затем были направлены на запасные аэродромы в Самару и в Уфу. Самарское ТТУ внесло корректировки в маршрут трамвая номер 24К. Общественный транспорт будет курсировать с Костромского переулка до стадиона «Самар-Арена» с 9 января. По выходным его маршрут продлится до 15 микрорайона. Отметим, новые остановки появятся на перекрестке улиц Ташкентской и Московского шоссе со стороны больницы Середавина. Пассажиров будут забирать трамваи номер 24 и 25. Помимо этого, с 31 декабря трамвай 25 маршрута ходит от ПТЦ до Барбошиной поляны, ежедневно заезжая еще и к новому стадиону. Из ЦУМа Самары эвакуировали 50 человек в среду 8 января. Сообщение на пульт дежурного экстренных служб поступило в 2 часа дня. Звонившие сообщили о пожаре. Спасатели выехали на тушение по повышенному рангу сложности пожар номер 2. Но на месте происшествия выяснилось, что произошло короткое замыкание электропроводки в коридоре первого этажа без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. В Самаре начался розыгрыш «Золотой шайбы». Городской этап всероссийского турнира впервые проводится совместно с Департаментом спорта и Федерацией хоккея Самары. За призовые места сражаются 17 команд в трех возрастных категориях. Главный приз – участие в финале областных соревнований. С будущими героями ледовых сражений познакомился наш корреспондент. Фортуна просто обязана улыбнуться его команде в городском хоккейном турнире «Золотая шайба», уверен Иван Краснов, игрок Фортуны. Готовится к соревнованиям. Его команда начала еще осенью. Играли в футбол. С наступлением зимы вышли на лед. Рассчитывают занять первое место. У меня есть мечта только выиграть. Открывали городской этап всероссийского турнира «Золотая шайба» на площади Куйбышева почетные гости – руководство Департамента спорта, Федерации хоккея Самары и городские депутаты. На символическое вбрасывание шайбы вышел председатель Думы Алексей Дегтев, в прошлом голкипер подростковой хоккейной команды. Куйбышев Самара всегда был городом, где не просто любят хоккея, а сотни тысяч мальчишек разных возрастов играли и играют. И сегодня у нас созданы все необходимые достаточно условия, чтобы возродить на прежнем уровне всеми любимый нами такой вид спорта, как хоккей с шайбой. Три комплекта наград разыграют 17 команд – юным хоккеистам, мальчишкам и девчонкам от 8 до 14 лет. Матчи проходят по понедельникам, вторникам и четвергам в спорткомплексе «Орбита» с 10 утра до часа дня. Обладатели «Золотой шайбы» определятся 30 января. Это здорово, это замечательно, это увлекательно, это зрелищно. Поэтому, конечно же, открытие здесь, а сами игры, вся серия игры будет проходить уже на крытом льду. Настроение прекрасное. В этом году мы впервые привлечены к организации соревнований. Мы занимаемся судейством, представлены будем в мандатной комиссии. Мы, наконец-то, в ноябре зарегистрировались в Минюсте. Работаем. У нас большие планы. «Золотую шайбу» в Самаре открывали хоккеисты, которые в прошлом году последний раз выступали в этом турнире. Юным спортсменам из команды «Союз» и «Сатурн» по 15-16 лет. Впереди у них еще пару сезонов молодежных соревнований. Затем они будут выступать во взрослой городской любительской лиге. Лариса Шлафаст, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На льду на площади Куйбышева прошел и еще один турнир. Его призы скромнее, спортивного азарта и интриги не так много, а больше удовольствия и веселья. Любительские команды выявляли лучших на соревнованиях по хоккею в валенках. Как обувь влияет на стиль игры, расскажем в следующем сюжете. Мелкий семенящий шаг в валенках и неукротимый теннисный мяч. Такой хоккей только со стороны выглядит комично, а на самом деле сил забирает гораздо больше, чем обычный. Опытные хоккеисты признаются, на коньках играть куда проще. Непривычная обувь влияет и на стиль игры. Вместо коротких передач, дерзких финтов и быстрых движений – длинные забросы вперед и медленные сольные проходы к чужим воротам. Михаил Миронов, капитан команды «Союз», рассказывает, для его любительской команды перестроиться несложно. Хоть в валенках они играют и в первый раз, но партнеры играют вместе больше 20 лет и понимают друг друга с полуслова. Закрытыми глазами играем, зная, кто куда побежит, кто что будет делать, куда просто можно кинуть закрытыми глазами. Мячик теперь уже. За счет того, что бежать тяжелее, у нас остается дальний игрок, который, в принципе, решает, забивает. Такого же стиля игры через дальние забросы и вязкую борьбу вдоль бортов и у чужих ворот придерживается и команда «Снежинки». Эти игроки тоже знакомы с детства, но сейчас играют за несколько любительских команд. Такой товарищеский турнир – отличная возможность собраться всем вместе и получить удовольствие от нового вида любимой игры. В команде «Снежинки» как минимум четыре команды. У нас интернационал, так сказать. Команда «Метеор», представители команды «Нефтяник», представители команды «Дон» и команда «Монар». Сложно найти какое-то взаимопонимание? Нет, зачем? Мы играем по точкам, все знают, что делают. Да, мы знаем друг друга с детства, как бы все дружим, общаемся, и хоккей нас объединяет. Всего на турнир по хоккею в Валенках на площади Куйбышева, организованной городским департаментом спорта, заявились пять команд. Играли они по круговой системе. На льду стандартные пять полевых и вратарь. Матчи проходили в два периода по пять минут. Участниками могли стать все желающие. Все необходимое для игры выдавали на месте. Мы учли некоторые замечания, которые были в прошлом году, когда организовали эту физкультурно-спортивную акцию. В этом году у нас в полном достатке и помещение для обогрева, для раздевалок, ну и инвентарь. Валенки, клюшки, весь инвентарь предоставляется организаторами. Триумфатором второго хоккейного турнира в Валенках на призы городской администрации стала команда «Союз». Серебро у команды «Сбербанк». Также на педестал почета поднялись хоккеисты «Мехты». А у остальных команд теперь есть время до следующего турнира, чтобы отработать игру в Валенках на льду и тоже стать призерами турнира. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачу «Самара ГИС» на нашем сайте и его мобильной версии, а также на YouTube. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok